Пойдем, рыба. Опа, вот они мы. С любопытством осмотрел нашу камеру. Патрона не узнать. Он абсолютно спокоен. Об агрессии напоминают лишь выбитые двери ветеринарного кабинета. Сергей – один из волонтеров. Ночью собака спит в его гараже, днем находится в клинике. Быстро идет на поправку. Сейчас нет уже гнилостных процессов. Сейчас у него все подживает. Как только полностью все затянется к коже, животное пойдет домой жить. Хозяина ему уже нашли. Взять патронок себе решила сама Владислава, доктор клиники, которая как раз занималась его лечением. Говорит, еще одна собака не помешает. Сейчас у нее уже три. Правда, без вольера не обойтись. Жить в доме пес не сможет. Сначала волонтеры задумали приобрести дорогой вольер. Позже поняли, что такие средства не найти. Поэтому подкорректировали расходы, но взять их полностью на себя не в состоянии. Обойдется примерно тысяч восемь-девять. Вот это все. Плюс подготовка. То есть покрасить его. Он без крыши. Поэтому сделаем еще крышу, сделаем пол деревянный, чтобы собака чувствовала себя. Или руки какие-то еще тоже, чтобы помогали? Руки, наверное, нет. А финансовая помощь, конечно, не помешала. Все, кто хочет помочь патрону, могут звонить волонтерам по телефону, указанному сейчас на экране. А пока собака продолжает лечение в клинике, принимает лекарства, гуляет, с аппетитом кушает. Вот такой чашки ему хватает почти на сутки. Тем, кто пса фактически спас от смерти, доставляют удовольствие наблюдать, как животное возвращается к нормальной жизни. Патрону всего три года, и он сможет превратиться в хорошего друга. Осталось дождаться вольера и переезда из клиники в новый дом. Татьяна Голубева, Андрей Печоркин. День с толком.